Всем с добрым утром! Собираюсь сделать завтрак Макару по заказу, но заказывал. Чё там тебе надо сделать? Пельмени. Пельмени. Я говорю, тебе их пожарить и сварить. Да-да, пожарь. Не можешь даже сильно чёрными сделать, говорит. Представляете? Всю ночь я ему, конечно, всегда дала пельмени, и, как я и предполагала, всю ночь я скакала с его сахаром. И он утром просыпается, и мысли только о пельменях. Но на день мне не страшно. Ну, днём легко можно их скомпенсировать, а вот ночью, конечно, да. Всё, садись, я тебе сейчас дам, полез уже по холодильнику. Мама, если шоколадные бананы будут и мороженые. Шоколадные бананы и мороженые несовместимы? Либо одно, либо другое, сынок. Теловой. Обезьянка. Чи-чи-чи. Ладно, жди, сейчас сделай свою подружку на прогулку. Повёл, повёл. Давай. Шуру. Опаньки, сил-то нет. Вот пельмень сейчас поешь, сил появится. Ой, а чё это? Я вроде сняла. Кто-то у нас с той стороны закал. А кто-то, девчонки, наверное, попробовали. А, папа, дверь починил. Отставляешь? Папа, дверь починил. Ура! Всё, бегите. Ася, мимо меня даже прошла ноль эмоций, деловая. Зарядка, йога. А чё здесь этот заварка в кесенок? Выкини её в цветок, пожалуйста. Высыпи цветы. Вот сюда, в розочки. О, Господи. Жареные пельмени – это как отдельное блюдо. Иногда хочется их слепить, сварить для того, чтобы пожарить. О, очень вкусно. Мам, надо ей домой, блядь. Настя, она сделала свои дела? Пусть заходит. Ааа. Ау. Я у меня вчера по нам даю. Не обязательно об этом сообщать нам. Ники, потихоньку скажи, и всё. Мама, пожалуйста. Угу. Так, у Макара будут, значит, пельмешки и бананы в шоколаде на завтрак. Ну, очень хорошо проходит, а мне ему на десерт. Здесь 16 карбогидрат. На 4 штучки. 4, кажется, нет? Нет, на 4 кусочки. Какой у меня сегодня десерт и завтрак. Мама, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да, хорошо. Зачем ты об этом слух? Просто заходите, что я думаю. Сейчас, Мат. Будешь кушать? Вот, девочки. Новые ограничения подъехали. Синя мне сейчас говорит. Слышала, что я вам рассказываю про его завтрак и говорит, это всё хорошо, но можешь меня, пожалуйста, больше не снимать, когда я кушаю? Вот так вот. На обед. На обед. Когда я кушаю. Ну, поняла я, поняла. Всё, учла ваши пожелания. Господи. Скоро, ребят, буду снимать вам саму себя. И только. А Асю ещё можно. Она не против. Покормила Макара. Теперь девчонкам собираю завтрак. Они не бедные, занятые. Я вот что-то печатаю. Никусе пошла, только что спустилась, сделала уроки, пошла с Асей на улицу. Всем привет. Всем привет. Привет-привет. Не видно его из моей руки. Хотела вам показать. Я себе завариваю чай травяной. Поставила уже овсянку нам. Сейчас она сварится. И будем завтракать. Хотела рассказать, что Саша всегда на завтрак нам привозит свеженькое масло взбитое. Очень вкусное. И мы как-то уже привыкли идти. Просто палочки уже никто не хочет. На завтрак уже всем хочется взбитое масло. Ну, палочки у нас масло сливочное. Такое вот, палочками. Обычное, короче. Вот. И я сейчас хочу сделать его сама. Там, в принципе, ничего сложного нет. Я уже делала пару раз. Так. У меня было очень замороженное масло. Поэтому я его натерла на терке, чтобы оно быстрее взяло нужную мне консистенцию. И налила сюда вот кипяточек. Сейчас вылью. Чашка нагреется. Потому что он скандиор включен. И все ледяное просто. Вот. И сейчас будем делать с вами взбитое масло на завтрак самостоятельно. Оно шикарно мажется на хлеб. У него такая классная кремовая консистенция получается. Оно быстрее оттаивает, если стоит в холодильнике. И вы можете придать ему любой вкус. То есть вот сейчас я добавлю просто 2 столовые ложки водички. Можно добавить 2 столовые ложки сливок или молока. Так будет такая более еще кремовая. Более кремовый, мягкий вкус. Можно добавить чеснок во время взбивания укроп. Можно наоборот добавить клубнику и, допустим, ванилин. Можно добавить мед. В общем, это уже на ваш вкус. Я сейчас вот возьму масло и добавлю 2 столовые ложки воды. И все. Мне этого хватит. Кстати, воду можно взять соленую. Тогда у вас получится соленое масло. Ну вот. Я за штативом не сходила. Буду снимать одной рукой. Сейчас мы с вами туда скребем все в чашу миксера. Можно делать с обычным миксером, в принципе, тоже. Макарушка, ты что там включаешь? Пиликает. Евин, кажется, это принтер, да? Да. Ты спросил бы разрешение, сынок? Мам, это тоже твой принтер. Ох, как я сомневаюсь, что это тоже твой принтер. В прошлый раз я делала целую пачку. В этот раз одну четвертую часть взяла. Что-то меня теперь сомнение гложет. Хватит ли мне масла, чтобы у меня зацепился венчик. Вот миксер этот огромный. И ей вон. Так. Ну, попробуем. Вроде что-то там цепляется. Моя эпопея, к сожалению, с маслом прервалась. Саша позвонил ей, побежала с ним болтать. А Евушка уже довзбивала и переложила его в посуду. Вот в такую креманочку мы его кладем. Его можно хранить при комнатной температуре. В принципе, оно такое довольно долго остается нормальным. Но мы сейчас уберем его в холодильник, потому что мы любим его чуть подмороженным. Вот. Я его накрою. Жалко, у меня от этих вот креманок нету крышечки. Было бы классно. Надо купить, посмотреть, маленький силиконовый. Сейчас буквально 10-15 минут подморозится, и можно будет завтракать. Чаек мой уже заварился. Сейчас покажу вам, какой чай я пью. Вот такой чай. Покупала в турецком магазине. Смотрите, какой там состав шикарный. Ромашка, розочка, шиповник, липа. То, что я вижу. Короче, еще какие-то листики. Сейчас посчитаю. Что-то написано еще. Так вот, Сань. Дамаск, роза. Линден. Прим роза. Примула. Хофсорн флауэр. Короче, все на английском, конечно. Я половину трав названий не знаю. Но вот, по-моему... А, еще это, корн хэр. Кукурузные эти волоски. Рысы или как они там называются. Так что вот такой вот чай. Очень вкусный и прям отлично изменяет чай с кофеином. С кофеином я теперь стараюсь ничего не употреблять. Вообще ни напитки холодные какие-то, ни кофе, ни... Короче, вообще ничего. Вместо кофе пью цикорий. Вот такие дела. Так, продолжая тему завтрака. Сейчас пожарим сыр. И сварилась уже наша каша. Макарушка, тише. Сварилась, открыть бы еще. Вот наша кашка. У меня вот лопатка в масле сливочном. Я ее как раз сейчас вымешала хорошенько. Она сейчас загустеет. Это просто вода, здесь и соль. О, боже. И добавим сиропа гавы уже каждый в свою тарелочку. Это девчонкам Еве, а не Кузьке и мне. Вот. Так что такой у нас незатейливый будет завтрак. Сейчас поджарю сыр и покажу вам. Просто на разогретую сковородку бросаем и ждем. Очень быстро оно все начинает подплавляться. Главное вовремя перевернуть. Переворачиваем, пару минут ждем и выключаем. У нас в семье все очень любят сыр. Любой. Девушка еще копченую очень любит. Колбасный. В общем, любой сыр у нас прям заходит. Очень хорошее. Такая красота. Сейчас мы здесь идем. С обратной стороны и накладываем тарелочек. Так, также на завтрак мы ем. Кстати, уже даже дети привыкли. И маленький мой раз просит свеклу. Для меня это так внутренне все время варить. Поэтому я вам как-то уже показывала, что мы берем в фокусе свеклу. Она, кстати, есть в выморке тоже, в другой упаковке. Просто в фокусе привыкли уже в лагодни. Вот. Чистая, очищенная, приготовленная. Ready to eat. Вот сейчас мы ее просто порежем на тарелочку. В идеале посыпать бы брынзой и семечками. Но у нас брынза закончилась. Поэтому просто так масло-то можно полить. Открыли. Вот так это выглядит. Вакуумная упаковочка обычная. Так, вот с этой стороны побольше сейчас открою. Девы, я сконцентрировалась. Что вы там мне портите в видео, девочки? Свет включить? Ой, точка, господи, мы ослепли. Мы ослепли. А то там свекла была как один какой-то темный комок. Так, вот давай сегодня самую большую достанем. Что? Вот это место. Ну и просто как в детском саду, помните? Так была нарезана она. Просто очень вкусная. Даже без ничего. Вот и всё. Наш завтрак готов. Всё, наконец-то наш завтрак собрал. Свекла, сыр, хлеб ржаной. Вот масло. Сейчас я вам покажу консистенцию. Наверное, она опять растаяла, пока я ходила. Да, я попробую. Вот оно легко берётся и легко мажется. Я говорю, если любите масло такое потвёрже, чтобы было не тайное, ой, мимо, показываю вам, не растаялое, то просто подержите его в холодильнике, и оно будет даже в замороженном таком виде тоже легко отламываться и ложится на хлеб. Вот, очень вкусное. Так, здесь у нас семечки, орешки в кашу, мёд и вот такой вот сироп. Ага. Ну и всё. Ну и, собственно, сама каша. Вот такие дела. Приятного вам аппетита и всем вам, кто с нами тоже принимает пищу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.